Васильки, энтузиасты, соцветия, искательницы приключений. Четыре команды участниц Одинцовского клуба «Активное долголетие» демонстрируют свои знания родной страны, ее истории, культуры, географии. Вопросы интересные и весьма серьезные. Самым северным народом не только России, но и всего мира являются коряки, удмурты, ненцы или ханты. В команде по четыре участника. Интеллектуальная игра состоит из пяти раундов разной сложности. В каждом от двух до двадцати вопросов. Ответы на бланках записывает капитан. За правильные начисляются баллы. Такой Росквиз для долголетов решили провести окружные депутаты от «Единой России» и Одинцовский молодежный центр. Бабулечки – это самые активные жители города, которые всегда находятся в гуще всех событий и очень расстраиваются, когда слышат что-то негативное в новостях. Поэтому мы решили сделать для них что-то позитивное. Наши пенсионеры, они такие активные, что не сидят около телевизоров, сидят только во время, когда Первый канал говорит о новостях. А в основном они находятся здесь все вместе. И вот сегодня они на интересном мероприятии. Интеллектуальная игра. И мы рады, что такие проекты существуют в нашем клубе «Активное долголетие». Раньше Любовь Николаевна в подобных играх всегда была в составе жюри. Сегодня впервые выступает участницей. Признается, это оказалось позитивным и полезным опытом. Да и команда подобралась отличная. Понимают друг друга не то, что с полуслова, полувзгляда. Вот наша команда, мы подружки. Мы любим путешествовать, мы любим сюда приходить на мероприятия. Мы такие активные, позитивные. Мы собираемся вне всяких мероприятий у себя дома. То ко мне приходят, то к девочкам мы ходим и так далее. И мы доставляем друг другу такое удовольствие от общения. И да, мы вот такие. Такой подход позволил команде искательниц приключений, которую и представила Любовь Николаевна, войти в тройку лидеров и занять третье место. Серебро досталось василькам, а победу одержали энтузиасты. От Молодежного центра и местного отделения партии «Единая Россия» им вручили памятные призы. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».